Чехия обязалась передать Киеву 800 тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы. В нее вошел новый участник – Польша. Варшава стала 18-м государством, которое присоединилось к финансированию поставок боеприпасов для Украины. 8 марта 2024-го, по словам чешского премьер-министра, Прага собрала достаточно средств для первой поставки 300 тысяч артснарядов. Но уже 12 марта премьер сообщил, что Чехия получила предварительное согласие на поставку дополнительных 200 тысяч снарядов в придачу к ранее заявленным 300 тысячам. В чешском правительстве ожидают, что поставки начнутся с июня. Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чехия является полноценным активным игроком в европейской политике безопасности, что она может использовать свои преимущества. Петер Фиала, премьер-министр Чехии из публикации Радио Прага Интернешнл. Украина готова к сотрудничеству с Чехией в вопросе поставок карт снарядов. Об этом на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Михаем Попшием заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он также отметил, что на этой неделе должны состояться встречи с чешскими представителями, которые представят план поставок боеприпасов. По предварительным сигналам, которые мы получили, наши ребята на фронте почувствуют увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем. То есть это не займет много месяцев. Чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года. Первые снаряды начнут поступать в обозримой перспективе, а потом в течение года дальше будут поступать новые партии. Поступать в Украину также будут и новые партии французских артиллерийских систем «Цезарь». Они вошли в 16-й военный пакет помощи для Украины от Дании стоимостью около 335 миллионов долларов. Вместе с артиллерией Копенгаген также передаст Киеву самоходные 120-мм минометы и боеприпасы к ним. Этим пакетом пожертвований мы показываем Украине и нашим европейским союзникам, что Дания имеет желание и способность продолжать нашу поддержку Украины столько, сколько будет необходимо. Я надеюсь, что больше стран последуют этому примеру и внесут свой вклад в реализацию этих возможностей как можно скорее. Ларс Лёкерасмусен, министр иностранных дел Дании, из публикации Министерства обороны Дании. Вопреки разногласиям в Конгрессе США о выделении Украине на десятки миллиардов долларов помощи, Вашингтон все же продолжает оказывать военную поддержку. На этот раз отправят артиллерийские снаряды, снаряды GLMRS, боеприпасы для Хаймарс и зенитные ракеты. От имени президента Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в сфере безопасности в виде оружия и оборудования на сумму 300 миллионов долларов для обеспечения некоторых насущных потребностей Украины. Этот чрезвычайный пакет, о котором мы объявляем, содержит большой транш артиллерийских снарядов и GLMRS для Хаймарс. Это помощь, в которой Украина отчаянно нуждается, чтобы удержать линию фронта против российских атак и противостоять наступлению России на Востоке и других частях Украины. Помимо пакетов военной помощи Киеву, заявленных отдельными государствами, Евросоюз как структура также приблизилась к финансовому решению вопроса поддержки Украины. По информации Financial Times, страны ЕС близки к договоренностям касательно нового пополнения на 5 миллиардов евро фонда European Peace Facility. Его используют для военных поставок украинской армии.